Привязки к Агринвичу. Каждую ночь в полвторого сотрудники Одесского гидромедцентра наполняют этот баллон водородом, прикрепляют к нему радиозонд и отпускают в небо. Так собирают данные о первых 30 километрах атмосферы. Вот такой вот есть прибор. Аэрологический, он используется только в нашем отделе в аэрологии. Вот здесь вот два датчика. Датчик температуры и датчик влажности. Вот это вот определитель координат этого зонда. Этот зонд, к нему прикрепляется оболочка, наполняется водородом. Один такой радиозонд стоит полторы тысячи гривен. Используется он единоразово. Но это стоит того. Ведь от его полета зависит очень многое. Сегодня ночью мы поднялись до 23 километров. И вот на этих уровнях до 23 километров, то есть направление скорости ветра, это первоначальные данные, температура, влажность, которую мы получили, мы передали оперативно синоптикам нашим, которые потом сделали прогноз по водам и передали в аэропорт. На основании которых они делают прогноз на взлет-посадку самолетов. Мы передаем это также точно на Киев, на Москву. Москва передает в Лондон. Для запуска радиозонда нужна спецплощадка. Минимум 50 на 50 метров без насаждений. Склоны на французском бульваре подошли как нельзя лучше. Собранные данные передают синоптикам. Параллельно приходит информация с еще 13 подстанций. Получив ее, синоптики начинают высчитывать и прогнозировать. Те аэрозонды, которые летят в атмосфере, они передают на Землю данные о температуре воздуха, направлении скорости ветра, давлении и влажности. На основании этих данных строятся вот такие синоптические карты. В Одесском гидрометцентре в смену работает по три синоптика. Они рассказывают нам о погоде на завтра. По картам определяют движение воздушных потоков и строят прогнозы до 7 дней вперед. Сейчас ждут циклона из Италии. Он принесет Одессе немного тепла и дожди. Вот это Черное море. Вот это тот циклон, о котором я вам говорила. Здесь уже вот эти звездочки красного цвета. Это грозы. И вот это, скорее всего, туман. Пройдясь небольшой экскурсией по гидрометцентру Черного и Азовского морей, понимаешь, здесь давно все нуждается в обновлении. При этом он считается одним из передовых в Украине. А также имеет самый длительный наблюдательный период. Постепенно оборудование все больше автоматизируется. А наряду с финской техникой появляется и отечественный производитель. Вот здесь под куполом локатор. Вот вы были у Валентины Николаевны. Вот здесь находится локатор, который слежит эти зонды атмосферные. Вот смотрите, вот туда. Вот наша площадочка. На метеоплощадке наблюдают за температурой почвы и воздуха. Отсюда же запускают и те самые аэрозонды. Три гектара земли возле моря. Эту территорию можно использовать по-разному. Сейчас здесь собирают метеорологические данные и исследуют погоду. Но уже напротив выросли элитные особняки, дома, апартаменты, гостиницы и бизнес-центры. Эту землю в далеком 1864 году для тогда еще обсерватории выделил муниципалитет. Дело нынешних властей, говорят метеорологи, отстоять обитель науки. Ну да, как видите, подпирают, окружают в понюху потихоньку. Но это вносит дискомфорт в нашу работу. Были попытки в свое время, относительно недавно, приватизировать эту землю. Нам удалось на сегодняшний момент отстоять и отстаивать этот участок. Удастся ли отстоять гидрометцентр после вступления в силу нового закона о приватизации? Не ясно. Нардепы большинством голосов разрешили распродавать госимущество без аукционов. Даже если земля под такими объектами не оформлена должным образом. Расширили и сам приватизационный список. Теперь под нее могут попасть многие известные нам предприятия. Одесская киностудия, Одесский цирк, Одесский порт, Одесская ТЭЦ, часть акций Одесса Облэнерго, также государственное протезное предприятие на Варнинской индустрии. Те объекты, которые содержат в себе социальную составляющую, но которые неинтересны в целях получения бизнеса. Скорее всего, данные объекты будут приобретены с целью их дальнейшего уничтожения, завладения землями и застройки их высотными домами. На французском пульваре давно наметилась тенденция к разрушению госимущества ради дальнейшего строительства. Санатории Украины и России – печальный тому пример. Что же касается гидрометцентра, то сами метеорологи об опасном для себя соседстве с элитными новостроями только шутят. Будут они, точнее, страдать, потому что может такое быть, что мы поможем зондом просто попасть в окно. Уже кажется, что одесский гидрометцентр уступил место онлайн-прогнозам в интернете. Но именно его сотрудники собирают все нужные данные, чтобы в сети могли разместить прогнозы погоды и для Одессы. Будет ли это происходить и впредь – вопрос открытый. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Похолодание к нам придет отсюда, с севера, уже в тыловое число.